Приветствую всех гостей и подписчиков нашего канала. В этом видео вор в законе. Паша Цыруль. Зверь. 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 времени занимался обычными кражами. Однажды это чуть не привело к непредсказуемым и неприятным для вора последствиям. Ожидая одного из своих знакомых в гостинице, он от скуки украл у одного из постояльцев часы и портмоне. По иронии судьбы, этот человек находился под наблюдением спецслужб, так как работал в иностранной разведке и уже давно был на карандаше. В портмоне было не так много денег, чтобы этим заинтересовались спецслужбы. Но там же хранились секретные документы, которые были главной целью чекистов. В результате операция чуть не закончилась провалом, так как предъявить шпиону в момент задержания было нечего. Финал истории для Цируля оказался благоприятным. Он передал сотрудникам служб, интересующие их документы. Захаров был влиятельной фигурой в воровском мире, и многие были не просто лояльны к нему, но и готовы были оказать любую поддержку. Но многие – это не все, и как у любого авторитета, у Цируля были и враги, один из которых – вор в законе Василий Петров, Вася Очко. В отличие от Цируля, Петров по идейным соображениям не желал отходить от воровского кодекса. Противостояние началось с одной исходок 1987 года, где Петров открыто выразил недовольство тем, что вор в законе пытается заниматься бизнесом. Уже тогда многие из воров в законе терпимо относились к совмещению криминала и коммерции. Поэтому Вася Очко решил выступить против Захарова лично, перейдя на угрозы. Получив в ответ взаимные оскорбления, Петров уже не мог рассчитывать на перемирие. И спустя какое-то время конфликт завершился поножовщиной. В результате Петров был ранен, страсти поулеглись, но в 1994 году Цируль довел дело до конца. Это произошло в Ялте, в одноименной гостинице, где Вася Очко встречался с представителями местной ОПГ. На глазах елтайских бандитов бойцы Цируля выкинули Петрова в окно, в результате чего тот скончался. Согласно воровскому кодексу, один вор не может наказывать другого без одобрения других авторитетов. Странность же этого конфликта заключалась в том, что Цируль за такой поступок не понес наказание. А другие авторитеты просто сошлись на том, что убийство произошло по личным мотивам. И так как это не воровские разборки, следовательно, спроса с Цируля быть не может. С одним из самых крупных авторитетов, Вячеславом Иваньковым, Япончиком, конфликтовать мало кто отваживался. Что касается его взаимоотношений с Цирулем, в первое время они не просто не были врагами, но и хорошо дружили. Но несмотря на то, что Цируль был одним из тех, кто внес большую сумму на освобождение Япончика из тюрьмы в 1991 году, тот не отблагодарил друга. Более того, будучи уже в эмиграции в США, Япончик заявил, Цируль растрачивает общак. Это утверждение строилось на том, что в США проживала и сестра Цируля, которой он регулярно посылал крупные суммы денег. Не став разбираться и выяснять, были ли это личные средства Захарова или деньги из общака, Япончик формально объявил ему войну. Это проявлялось не только в словесных обвинениях, но и в попытках захватить рестораны и прачечные, которыми владел Цируль. По слухам, такое поведение Иванькова стало причиной, по которой Цируль способствовал помощи в организации покушения 1993 года. Тогда Япончик не пострадал, но уже через год нанес ответный удар. В декабре 1994 года Цируля арестовали в его собственном особняке в поселке Жостово. Это была не просто недвижимость. Огромные площади, богатая отделка, современное оборудование слежения, усиленная охрана. Именно сюда нагрянулись сотрудники спецслужб, у которых еще с осени того же года Цируль находился в разработке. Повод нашли формальный. Было установлено, что вор в законе незадолго до этого, по поддельным документам, проходил лечение в одной из частных клиник. В особняке был подземный ход, который проектировали специально на такие случаи. Но воспользоваться возможностью скрыться Цируль не успел. Операция была тщательно подготовлена и прошла настолько стремительно, что наручники на Захарова надели буквально после первых же его шагов по коридору подземного хода. В ходе обыска, кроме упомянутых фальшивых документов, ничего существенного не нашли, кроме снаряженного магазина от пистолета ТТ. Тем не менее, сотрудники группы захвата сильно избили Захарова под предлогом сопротивления при задержании. Арест же официально был связан именно с документами из клиники. Хотя уже в ходе основательного обыска в одежде Захарова был обнаружен и сам ТТ. Цируль на момент задержания уже был в таком возрасте, когда попасть в тюрьму даже на небольшой срок могло означать, что осужденный уже не выйдет на свободу. К тому же у Захарова имелись серьезные проблемы со здоровьем, многие из которых появились уже давно на фоне употребления наркотиков. Такое положение дел заставило Цируля делать все возможное, чтобы как можно быстрее выйти на волю. Несмотря на то, что во время следствия он оказывался в разных следственных изоляторах, у него везде оказывались связи, благодаря которым он находил возможность связаться с друзьями и соратниками на воле. Цируля обеспечивали всем необходимым – от продуктов и необходимых в быту принадлежностей до наркотиков. Но даже связи не помогли решить вопрос об освобождении. И единственным вариантом выйти на свободу были огромные взятки высокопоставленным лицам. Те, в чьих силах было развалить уголовное дело, запросили с Цируля 500 тысяч долларов, что по тем временам даже для воров в законе было неподъемной суммой. Узнав о таком условии, Цируль запретил своим людям платить такие деньги. Оставшись в тюрьме, Цируль нажил себе не только еще большие проблемы со здоровьем, но и лишился своего статуса. Изначально такая информация ходила на уровне слухов, и многие утверждали, что Захаров сам отрекся от титула, заявив, что его короновали с какими-то нарушениями. Но информация подтвердилась после того, как уже бывший вор написал письмо лично прокурору Москвы. В письме содержалась просьба больше не считать его вором в законе. До сих пор остается загадкой, действительно ли по каким-либо причинам Цируль отказался от титула самовольно, или это произошло под давлением со стороны администрации. 23 января 1997 года в СИЗО Лефортово Захаров был вызван на очередной допрос. К этому моменту Цируль сменил уже несколько СИЗО, в том числе побывал в матросской тишине и в Бутырке. Состояние его ухудшалось, и к этому времени он уже лишился почти всех зубов и имел несколько хронических заболеваний. В Лефортово Павел Захаров сидел в одиночной камере, и, возможно, именно это послужило причиной того, что его не спасли. После допроса 23 января, спустя несколько часов после допроса, Цируль умер. Официальной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Но, по словам специалистов, в данном случае более вероятно сочетание нескольких обострившихся заболеваний, в том числе туберкулеза и патологий кровеносной системы. Захарова похоронили в Москве, на Головинском кладбище. А проводить бывшего авторитета в последний путь пришли в основном близкие друзья. Криминалу отношения не имевшие и родные. Действующих воров в законе, с которыми у Цируля в разное время были общие дела, почти не было. В отличие от роскошных мемориалов авторитетам 90-х, могила Цируля практически не выделяется среди других. Говорят, что соратники Вася Очко решили мстить Цирулюю после смерти. Несмотря на то, что в первое время инициатива поставить памятник исходила от Люберской ОПГ, каким-то образом именно близкие Василия Петрова способствовали тому, чтобы идея с памятником была быстро забыта. А это был канал о жизни по жизни. Всем добра и удачи. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok